Одна из самых интересных находок Рязанского военно-патриотического поискового клуба «Поиск» Академии ФСИН России – это немецкий мотоцикл 43-го года «Цундап ВД-200». Он подорвался на советской мини под Брянском. Поисковики вытащили его из болота. Теперь он хранится в музее Академии. Клуб «Поиск» дважды в год выезжает на поисковые мероприятия, в основном на крупные места военных действий. В целом ребята находят очень много интересных экспонатов. Все это, почти все передается в музей, но, к сожалению, вот прям на самом деле все передать не могут. Вот некоторые снаряды находят еще действующие, их приходится разминировать, обезвреживать прямо вот на месте, где они их нашли. С полей сражений курсанты привозят остатки боеприпасов, кружки, котелки и каски. Десять лет назад эти предметы в руках держали советские солдаты. Теперь это экспонаты музея, нестлевшие и рассыпающиеся от времени. Также на базе этого клуба существует такой проект «Судьба солдата». Стенд для того, чтобы люди опускали письма с просьбой найти того или иного родственника, который пропал во время Великой Отечественной войны. Она расположена около нашей библиотеки. Когда ребята приезжают на вахту, то опрашивают жителей деревень. Бывали необычные случаи. Однажды им рассказали, что в болоте неподалеку утонул самолет, скорее всего советский. Поисковикам удалось достать несколько снарядов, которые отдали на экспертизу. По ним удалось установить номер самолета и его пилота. Данные сообщили родственникам. Как оказалось, те думали, что мужчина умер в звании рядового, а на самом деле ему удалось заслужиться до капитана. За 10 лет работы поискового объединения Академии курсанты привезли с вахт памяти большое количество находок с полей сражений. Большинство из них нашли свое достойное место в Музее истории УИС и Академии ВСИН России, а также в Музее Великой Отечественной войны и поискового движения России. Остальные экспонаты хранятся в кладовых помещениях и ждут своего часа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».